Италию часто называют колыбелью европейской культуры. Существуют ли проблемы сохранения национальных традиций? И если да, то какие? Конечно, художники стремятся к этому, пытаются что-то сделать, борются. В области кино, раз уж это моя профессия, мои друзья, Феллини, Скола, Муничелли, Рози, все это крупные художники, борются и прилагают огромные усилия, чтобы получить возможность снимать настоящие фильмы, чтобы преодолеть эту проклятую конкуренцию телевидения. Но беда в том, что зрителя отучили смотреть серьезные фильмы. Сидя дома, развалясь, он включает телевизор. А, Феллини, нет уж. И крутит ручку переключателя программ. Потом он идет пропустить рюмочку, потом он спит, или смотрит телевизор в шумном баре, между прочим. Если раньше, 30-35 лет подряд, зрители приучали смотреть настоящее кино, то теперь зритель не способен усидеть полтора-два часа. Сосредоточиться на серьезной картине, задуматься, потому что он привык смотреть фильм вот в таком положении. В общем-то, все это дурное воспитание. Нет настоящей любви к кино, зрителя портят. Нужно строго контролировать телепередачи. Это не означает, что телевидение должно стать скучным. Это великолепное средство, но его нужно использовать по-другому, а не так, как сейчас. Пласси и фильмы, пустейшие концерты в Ириете, дурацкие конкурсы. Например, кто быстро скажет, сколько кофе в этой чашке? Я, я отвечу. Такая чушь. Конкурсы для дураков. Ведь телевидение может мгновенно перенести вас из одного конца света в другой. Показать, что там происходит сейчас, в данную минуту. Это волшебное средство, а его используют как суррогат кино, театр для рекламы товара, зубная паста, потом моющие средства, всякое такое, понимаете? Сеньор Мастрояне, ни вы, ни маэстро Феллини, несмотря на предложение, практически не работали в Голливуде. Если это так, то почему? Нет, в Голливуде мы не работали. Я думаю, что большой художник, такой, например, как Феллини, глубокими корнями связан со своей страной. Через эти корни он получает живительную силу для своего творчества. Феллини много раз приглашали в Голливуд. Меня тоже приглашали. Феллини говорит, что он не знает, какой галстух должен надеть артист, чтобы играть американцам, чтобы это не выглядело глупо. Каков внутренний мир американца? О чем он мечтает? О чем беспокоится? Что чувствует? Я люблю путешествовать по Америке. Это хорошо, если ненадолго. Но эта культура слишком далека от нашей. И мне было бы слишком трудно работать там в настоящем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...